мы находимся у нас в теплице где у нас где-то 30 соток посажен гибрид дорота про этот гибрид я вам хочу рассказать в прошлом году она у нас был еще номерной она нам хорошо показал но мы все новые сорта которые вот увеличиваем постепенно вот там был 100-200 кустов в этом году уже мы постепенно увеличиваем на пол блока высаживаем дороту и если вот для чего это делается для того чтобы года бывают разные то солнечный прохладный как она опыляется как она созревает накачивается как устойчивость против болезни то есть многие факторы влияют на то что этот гибрид мы будем высаживать на больших площадях или нет ну данном случае нам понравился в прошлом году как нам видно в этом году у него название это дорота и как вы видите мы посадили уже на большую чуть чуть больше площади и вот результат этот гибрид чем отличается дорота это то что мы его сажали вместе с основным сортом у нас завершил это то что мы в этом году вот 2 июня посеяли семена вот бросили высадили здесь 5 июля то есть почти вот челя у нас шел жаркие дни и хочется сразу сказать вот этот когда жаркие дни многие сорта плохо опыляется поэтому там израильские сорта вот этот гибрид еще высаживается там в иордании это то есть тоже жаростойкие поэтому она оказался у нас тоже очень хорошо опыляется и вы по результатам плодов вы видите что вот как она опылился очень прекрасно опылился и второй фактор то что сейчас уже данный момент показывает он устойчивый к вирусу потому что она вообще никаких признаков вируса мы не обнаружили это большой плюс для этого гибрида и конечно вот единственное что она нам показывает этот на данный момент это то что вот то что мы высаживали вот это сеяли высаживали именно рано и бесплатное солнце без отопления солнца хватает она хорошо завязала устойчивость к болезням и она вот на этом бесплатном солнце можно сказать этот хорошо завязался и накачался как видите они прямо один в один все плоды прекрасно они набирают очень отзывчивый к питанию и поэтому его если правильно кормить то она прям прелесть все хорошо накачивается и один еще у него большой плюс то что вот за этот период он набрал он не зреет вот у нас основной допустим шалон созревания в начале сентября и большинство из них в начале сентября это получается уже пошли сборы они буквально на три месяца позже пошли вот то есть это большой плюс еще в начале сентября идет этот очень и очень это дешевые еще цены открытый грунт у нас здесь на юге полным ходом наоборот вот вал идет открытого грунта и те сорта которые раннеспелые они уже начинают отдавать вот то что созрел а у нас этот гибрид дорота она три недели позже начинает это большой плюс и она вот когда цены поднялись уже и спрос большой пошел открытый грунт уже отошел уже концу сентября начале октября она начал созревать и вы как видите он сразу массово начал созревание это кстати очень хорошо для тех теплиц но такие которые простые теплицы такие небольшие теплицы где идут простые теплицы где небольшие теплицы идут и они прям буквально могут 45 кистей оставить у кого отопления нету то есть они если не рассчитывают на ноябрь декабрь если они рассчитывают без отопления то есть вот оттябрь еще ноябрь они могут бал буквально съесть вот именно положительная сторона этого гибрида что она долго не стрелит набирает и потом он резко начинает отдавать это большой плюс у нас таких теплиц на юге очень много и как раз мы подбирали для них такой гибрид и наконец вот нашли что она начинает хорошо расти не болеет и поздно начинает отдавать и в то же время он может отдавать так быстро может отдать то что набрал этот гибрид у нас получается вы наверное видели наши съемки где-то 12 было еще сентября она вся вот эта зеленая была а сейчас она уже все красная и полным ходом вот и идет уже второй третий сбор идет и плоды средний 200-250 грамм 180 но они почти равномерные округлые вот как говорят с ресничками лепестками очень красивые и при реализации конечно вот эти коробки двухрядка идет она очень красиво смотрится соответственно и спрос на них очень большой то есть один этот гибрид один из тех которые вот для нашего региона прекрасно подходит особенно для тех теплиц которые там неотапливаемые небольшие теплицы у нас очень много таких теплиц на юге и как раз они ухода не так много и сразу массово дает у них то есть с рабочими силами тоже проблема то есть это прекрасно она созрела одну волну подождали сразу можно грузить фуру отправлять потом еще чуть подождали еще фуру погрузил отправил то есть как раз тот гибрид который она этот нужен для нашего региона и